Повар, оператор станков с программным управлением, электрогазосварщик. Эти профессии востребованы сегодня на рынке труда Новосибирской области. Выучиться на них и найти работу может каждый житель региона. Для этого необходимо встать на бежу труда. В рамках региональной программы содействия занятости обучение проводят с нуля. Ксения Петренко пообщалась с теми, кто уже трудится на работе мечты. За три недели Игорь научился менять стойки в машинах, распределительные валы, и проводить дефектацию. Мужчина осваивает новую для себя профессию – автослесаря. На обучение его направили из центра занятости. Сначала была теория, сейчас практика. Прошел обучение. Очень понравилось, очень интересно. Специальность всегда требующаяся, так скажем, везде. И, в принципе, для развития, как такового, в целом, очень прибыльная специальность. И очень много всего интересного происходит на обучении, то есть на практике даже. Где-то что-то новое постоянно узнаешь, потому что все машины разные. Каждой машине нужен свой какой-то подход. Региональная программа содействия занятости позволяет всем, кто стоит на бирже труда, получить новую профессию. На переподготовку безработных выделяют 46,5 миллионов рублей в год. Воспользоваться могут 2000 граждан. Теоретический курс короче, чем практический курс, потому что все программы, основные программы профессионального обучения практикоориентированы. То есть мы стараемся основную задачу дать именно в производстве, что-то своими руками, своими попробовали, сделали, отработали, закрепили тот материал, который они получили у нас от преподавателей в наших лабораториях. Среди востребованных специальностей оператор станков с программным управлением, электрогазосварщик, повар, водитель погрузчика, кладовщик. Министерство формирует так называемый список востребованных профессий. Он формируется на основе заявок работодателей, ну и в целом рынка. Этот список определяется, проходят торги, выбирают поставщика услуг образовательной организации и, соответственно, уже для безработного подбирается соответствующая программа. Стоит отметить, что если человек обучается, то он не теряет статус безработного, он по-прежнему получает пособие по безработице. Ну, конечно, главное наша цель, чтобы он работу нашел и, соответственно, закрепился на этом рабочем месте. С начала этого года освоили новую профессию уже 1200 человек. Больше половины трудоустроены, либо начали работать как индивидуальные предприниматели. Конечно, дефицит очень большой. То есть, людей очень тяжело, профессионалов найти. И поэтому, как бы, лучше вырастить человека, воспитать его правильно. Это очень хорошая программа. Участвуем в этой программе, чтобы была перспектива и с перспективой на будущее, чтобы сотрудники остались у меня на работе и либо пошли на другую станцию. Также в рамках других мер соцподдержки работодатели могут получить субсидии. Деньги можно направить на увеличение жалований работников, компенсацию затрат на аренду жилья, образовательные курсы и многое другое. Главная задача – обеспечить рынок востребованными кадрами и снизить уровень безработицы. Ксения Петренко, Александр Миняйло, Новости ОТС. Продолжение следует... Продолжение следует...